Липецкий областной суд оставил в силе решение Левобережного райсуда, заключившего под стражу уроженца Грузии Георгия Вашакмадзе по прозвищу Гия Самтрецкий, против которого возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, до 10 лет лишения свободы. Согласно материалам суда, без удовлетворения оставлено жалоба защиты Георгия Вашакмадзе, не согласившийся с его заключением под стражу в СИЗО-1. По мнению адвоката, в материалах дела нет прямых указаний на причастность доверителя к преступной иерархии, а его поведение не указывает на намерение скрыться. Со стороны родственников фигуранта дела принимаются меры к возможности внесения залога при избрании данной меры пресечения. По версии регионального МВД, Георгий Вашакмадзе, отбывая наказание за вооруженный разбой в Федеральное казенное учреждение Т-2, Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Липецкой области, занимал высшее положение в преступной иерархии. Следствие считает, что он имел статус вора в законе. Мужчина вино отрицает и считает возможным избрать ему домашний арест. Согласно материалам суда, ему предъявлено обвинение. Апелляционная инстанция согласилась с необходимостью заключения Георгия Вашакмадзе под стражу. В местах лишения свободы он зарекомендовал себя с отрицательной стороны, как лицо, склонное к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, и как лидер и активный участник группировок отрицательной направленности, оказывающий негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных, организующий и провоцирующий групповое противодействие законным требованиям администрации, склонной к совершению побега. Распоряжением Минюста 28 февраля 2019 года пребывания Вашакмадзе в Российской Федерации было признано нежелательным. В связи с этим суд пришел к выводу, что он может скрыться, и сохранил меру пресечения. Гия Самтрецкий стал известен широкой уголовной общественности, после того как в марте 2013 года по личному указанию Мираба Сухунского пустил в Мурмашинской колонии особого режима кровь внучатому племяннику и крестнику деда Хасана, Георгию Акоеву Сирич Гии Свердловскому, ответственному, по мнению грузин, за мученическую погибель в тюрьме Ельцавора в законе Гочи Курки, за расправу над Акоевым, которую Гия Самтрецкий учинил вместе с покойным Атари Краснодарским и Жорой Кутаиским, все трое были удостоены воровской короны от клана Аняни Джангвиладзе и одновременно объявлены вне закона кланом деда Хасана. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.